МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никогда такого не было, и вот опять. Цены на проезд в городском транспорте снова повысились. Газ дорогой. Мы не можем заправлять за такие суммы. Ломать не строить, но строить надо по закону. В Махачкале сносятся незаконные строения, и не всем это нравится. Далевое строительство, там по 15-20 квартир страдают все. По многим из них проведена экспертиза, и они непригодны к проживанию. Новый центр психологической помощи школьникам Минобор Дагестана ищет методы борьбы с подростковой преступностью. Бег ради жизни. Около 1500 человек вышли на старт первого в Дагестане благотворительного забега. Здравствуйте. Это итоги недели на МНТ в студии Патимат Ханапова. 27 рублей теперь стоит проезд в махачкалинских маршрутках. В пресс-службе администрации города поясняют, что четыре транспортные компании вынужденно повысили тарифы за рост цен на запчасти и горюче-смазочные материалы. Предполагаемое повещение тарифа связано с комплекс проблем. В первую очередь, это повещение цен на металл, запчасти. Потому что два-два с половиной раза подняли, если сравнивать с прошлым годом, на сегодняшний день были два-два с половиной раза только запчасти. Не считая ГСМ, вы сами видите в городе какие-то именно газ, топливо. В мэрии Махачкалы напомнили, что по закону транспортные компании могут самостоятельно устанавливать стоимость проезда в общественном транспорте, но при этом тариф должен быть обоснован. В Махачкале активно сносятся многоэтажные дома, те, что суды признали незаконными. Только за последнюю неделю демонтировано 10 таких объектов. Застройщики же обеспокоены ситуацией. Некоторые из них на неделе собрались на центральной площади столицы республики. Репортаж с места событий. Строили, строили, да не все достроили. Со временем к тому, что возвели, тоже возникли вопросы. После того, как мэрия Махачкалы начала активно сносить незаконные объекты, у ряда застройщиков появились проблемы. Сегодня одна из таких групп вышла на центральную площадь города, у собравшихся вопросы к республиканским властям. Почему сейчас, а не тогда? За что страдает простой пайщик? И вообще, если виноват один, почему должны отвечать все? Это же долевое строительство. Там по 15-20 квартир страдают все. На каком основании остальные страдают? Они же добропорядочные граждане, которые оплатили это строительство, которые внесли деньги. Почему из-за одного человека они посчитали, что можно сделать вред стольким людям? Кто-то же должен это компенсировать? Часть застройщиков признаются, правда, не на камеру, что не все так ладно в их хозяйстве строительном. У кого-то не в порядке документации, не все стройки отвечают и нормам градостроительства. Многие из них стали жертвами обстоятельств. Вопросы решались одними, но тут пришли другие, которые начали по закону. Но мэрия Махачкалы и дальше намерена сносить в законном порядке незаконные объекты. Данную работу мы проводим в отношении тех объектов, которые непригодны к проживанию. И на которые, как я ранее отметил, имеется решение суда о сносе. В рамках судебных слушаний по многим из них проведена экспертиза, и они непригодны к проживанию. Конечно, человеческий фактор мы не исключаем, что люди страдают и терпят какие-то убытки. Застройщики теряют денежные средства. Также уверяем жителей города, что выполняя эту работу, мы не получаем никакого удовольствия. Это вынужденная мера, чтобы уменьшить количество обманутых дольщиков и уменьшение числа незаконных квартирных домов. Желание властей навести порядок в градостроительной отрасли вполне понятно. Но тут возникает вполне справедливый вопрос, а как быть рядовым пайщиком, многие из которых вложили последние сбережения в каркасы. Кто им будет возмещать ущерб? По федеральному закону это должен сделать застройщик. Но как он сможет вернуть миллионы, залитые в бетон? Вопрос риторический. По теме от Ханапова, Нурмагавид Магомидов, новости ННТ, Махачкала. О том, какие объекты попадают под снос и как быть с пайщиками, которые успели вложить свои средства в строительство, мы поговорим с экспертом. Сегодня у нас в студии Магомед Магомедов, заместитель начальника отдела по вопросам координации капитального строительства управления архитектуры и градостроительства города Махачкалы. Здравствуйте, Магомед. Сегодня мы будем обсуждать проблему сноса многоэтажных домов. И вот в целом хотелось бы спросить у вас, как у эксперта, по какому принципу подбираются эти дома, которые подлежат сносу? Добрый день. В первую очередь, эти объекты являются незаконными. Это раз, отсутствуют разрешительные документы. Второй, это они возведены с нарушением всех градостроительных норм. Третий, уже перегруженность сетей. в городе. Также, конечно же, и отсутствие безопасности проживания в данных домах. Объекты, которые подлежат демонтажу, выбираются комиссионно, в которой в комиссии участвуют представители прокуратуры, Федеральной службы судебных приставов и администрации города Махачкалай. Разбираются все исполнительские производства, вынесенные по судебному решению. И также проявляется степень завершенности самого объекта капитального строительства. заселен ли дом, не заселен, в каком состоянии находится. И сам процесс демонтажа может ли как-то повлиять на близ стоящие дома? То есть, условно, если здание уже возведено, и там живут жители, то, возможно, то есть вероятность того, что его не снесут больше, можно сказать? Ну, сейчас сказать, что эти дома не будут демонтированы, тоже как-то будет как-то неправильно выглядеть, потому что если по ним есть судебные решения, то завтрашний день что с ними будут делать, мы не знаем. Но на сегодняшний день мы эти объекты отложили в сторону, так как в городе есть еще объекты, объекты, которые не завершены и не заселены. Недавно на площадь выходили застройщики именно этих объектов, которые сносятся. Очевидно, что в данном случае некоторые из них они нелегально проводили строительство, но может есть все-таки какая-то возможность помочь им выйти из этой ситуации не так радикально. Вот они тоже об этом просили главу Дагестана о том, чтобы наислили какой-то другой метод, менее агрессивный. Вот как в правовом поле можно разрешить эту ситуацию? Можно ли с ним договориться, чтобы они вышли на законный путь и помочь им в этом? В правовом поле, конечно, существуют лазейки. Это в первую очередь надо будет обжаловать те судебные решения, которые на сегодняшний день вынесены, назначить дополнительную экспертизу по этим домам, возможно ли функционирование данного объекта без превышения этажности. этажности. Но это является вопросом не нашей зоны ответственности. Это надо будет уже в суде разбирать данный вопрос и уже там рассматривать, насколько это возможно. А есть такие какие-то практики, где удалось все-таки застройщикам прийти к мирному пути решения? В 2018 году в связи с тем, что на территории города Махачкалы было обнаружено более 400 объектов, 420 объектов без разрешительных документов, в том числе там были объекты уже заселенные, также есть и незавершенные объекты, по ним мы сделали реестр этих домов и по сегодняшний день прорабатывается вопрос вводом в гражданский оборот уже завершенных и заселенных домов, а также вопрос с завершением тех объектов, которые не достроены. Но эти объекты тоже на сегодняшний день мы отложили в сторону, потому что по ним рассматривается вопрос вводом в гражданский оборот. А насчет других объектов, по которым мы на сегодняшний день осуществляем сносы. Здесь уже ясности нет. Хотелось покоснуться и дольщиков, потому что они тоже страдают из-за сноса. Как с ними быть и как закон сможет регулировать эту ситуацию? К сожалению, на сегодняшний день законом не предусмотрено возмещение непосредственно то лицо, осуществляющее строительство и в то же время человек, который продает, заключая договор с этими обманутыми дольщиками, хотя они не приобретают статус обманутых дольщиков. Это статус обманутых дольщиков, это по закону являются те дольщики, которые приобрели жилье в законных томах, на которые выдавалось разрешение, но в связи с какими-то причинами, скажем так, банкрот или же скрылся застройщик, из-за таких причин остались без своей квадратуры, скажем так, они приобретают статус именно обманутых дольщиков, а те лица, вложившие средства в строительство, того объекта, на который не выдавалось разрешение на строительство, они, к сожалению, не приобретают этого статуса по закону. Ну и как им быть в данном случае? То есть требовать у застройщика компенсации только этот выход получается? В данном случае ответственность, конечно же, несет сам застройщик. Почему все-таки, на ваш взгляд, важно сносить такие объекты? Первая причина это, чтобы не увеличивалось число незаконных объектов на территории города Махачкалы. Второе, это архитектурный облик нашей республики, о котором, к сожалению, нелестно отзываются практически все гости нашей республики. Ну и в-третьих, те же дольщики, которые больше всех страдают в этом случае. Ну в общем, на этом завершим. Спасибо. Может вам есть что добавить ко всему сказанному, обратиться к жителям или к застройщикам тем же? Мы ранее тоже разговаривали на эту тему. Наверное, прежде чем приобретать дожиле, надо будет поинтересоваться имеется ли разрешение на строительство на тот или иной объект, в который планируют вложиться. Эту информацию можно будет узнать в Министре Республики Нагистан, у нас в администрации города Махачкалы. Мы в четверг у нас приемный день по доходу в 11 могут люди обратиться и информацию мы конечно им предоставим. Кому велосипед, кому айфон. Необычный розыгрыш прошел в Махачкале. Участие в лотерее принимали только привитые от коронавируса граждане. Подарки тем, кому повезло, накануне вручили на стадионе имени Елены Симбаевой. Подробности в сюжете. Вакцинироваться от ковид и забрать свой приз. Идею городской администрации о проведении лотерей среди привившихся поддержали в Минздраве. Так мэрия решила простимулировать желание горожан иммунизироваться. Накануне генератором случайных чисел были определены победители первого этапа муниципального розыгрыша. Конечно, никто бы не хотел возвращаться к этому периоду. Локдаун, закрытие, остановив полностью экономики, закрытие всех учреждений и заявлений. И это можно достичь только путем выработки популяционного иммунитета. К этому максимально быстро можем прийти только наиболее ответственным гражданам. Приятно вручать подарки и призы за их активную правильную железную позицию. Я вас с этим поздравляю. От нежного мятного к ярко-красному обладатели двухколесного транспорта были приятно удивлены многообразию расцветок. Собиралиев признается, что давно хотел велосипед черного цвета. Именно его он и получил. Сегодня был приятно удивлен выигранному призу. Прошел вакцинацию. После вакцинации вот такой удивительный транспорт меня ждал сегодня. Наградили. Буду заниматься спортом. По вечерам буду ездить. Самые заветные подарки айфоны 12-й модели получили девушки, среди которых и Патимата Судулаева. Говорит, сначала решила, что это розыгрыш ее друзей. О победе узнала своей, ну как сказать, случайно получается, мне позвонили. Я не могла поверить, честно сказать. Наверное, впервые в жизни я что-то выиграла. Очень долго расспрашивала, сомневалась, правда ли это, розыгрыш ли это. Ну, меня как бы убедили. Затем я зашла в инстаграм и нашла сам розыгрыш в эфире. Естественно, переслала всем своим близким, поделилась своей радостью. Было приятно, если честно. Врачи, присутствующие на церемонии, еще раз напомнили горожанам о необходимости обезопасить себя в период пандемии. По их словам, коронавирус мутирует и он все еще опасен. Единственный метод защиты это вакцинация. Нам надо всем это осознать, потому что вирус с каждым разом, с каждым штаммом становится более агрессивным, он становится смертоносным. Вы свидетельны на агентство, которое сообщает о том, что Россия каждый день преодолевает рекорды. Отрицательные рекорды. Всего запланировано три этапа конкурса среди вакцинировавшихся. Второй тур пройдет 15 ноября. Разыграны будут планшеты, а главный приз автомобилев вручат к концу года у новогодней елки. Лариана Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. В Дагестане создают специальный центр психологической поддержки подростков. Об этом стало известно на пресс-конференции представителей Министерства образования Республики. На встрече с журналистами были озвучены ряд проблемных вопросов, которые появились после печальных событий в Махачкалинской школе номер 51. В продолжении темы сюжет Асель Манаповой. В том случае, когда ребенок ударил ножом, он был определен как трудный ребенок. кто это определил, кто конкретно с ним работал. Эти вопросы сейчас волнуют всех, кто слышал о трагедии, которая недавно произошла в 51-м лицее Махачкалы. По мнению Яхим Бучаева, создание организации Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи подросткам станет важнейшим решением проблем с трудными школьниками. Как выяснилось в нашей республике в числе единственных двух субъектов, где такой центр отсутствует. Такой ППМС-центр будет у нас создан на базе нашего центра социально-трудовой профессиональной трудовой адаптации имени Мактузалиева и подвесного учреждения Министерства образовательного республики Дагестан. Это ключевой момент. В этом ППМС-центре будет создан отдел, который будет заниматься психолого-педагогической помощью подросткам, которые имеют отклонения в своем поведении. В рамках центра будет составлен единый регламент внутришкольного учета, который позволит на ранних этапах выявлять детей с асоциальным поведением. Министерством будет разработана и единая аттестация для всех руководителей общеобразовательных учреждений республики. Нам созданы специальные некие комиссии, которые готовы провести обучение среди педагогов-психологов для готовности работать в экстремальных ситуациях, в ситуациях, когда экстремно реагировать на ближайшие обстоятельства. А также работу вести профилактическую и вот этот республиканский центр. Раньше уже была такая идея о том, что необходимо, поскольку в регионах такие центры есть на республиканском уровне. И действительно работать именно с трудными подростками, таких детей ведь очень много. После трагической ситуации в 51-й школе стрессовое состояние находится как дети, так и их родители, отмечает Аида Муталимова. Силами школьных психологов была создана группа в составе шести человек, которая работает с людьми, как в индивидуальном, так и групповом порядке. Педагоги и психологи стараются способствовать воспитанию детей, но в этом процессе первостепенно участие самих родителей, повторяют специалисты. Родители, конечно, разные, ребенка можно сразу увидеть, даже только он начал ножками ходить, а его видно, ребенок, которым занимается и которым не занимается. Это очевидные вещи, насколько он развит, ведет себя по-предитски и прочее, прочее. К сожалению, такое у нас присутствует. Тут, опять же, я говорю, родители не перевоспитают, но степень ответственности родителей, а где, какими способами, она должна быть. На сегодняшний день на внутрешкольном учете Махачкалы состоят 314 учащихся. С такими ребятами более тщательно будут работать специалисты нового центра. Однако, педагоги надеются, что и родители не останутся в стороне от воспитательного процесса. Асель Манапова, Нурмагомед Магомедов, новости, ННТ, Махачкала. Пять дней в пути и 250 километров дорог на лошадях. Жители Ногайского района совершили конный переход от Терекли-Миктеба до Махачкалы, где их приветствовали в духовном центре имени пророка Исы. Подробнее в сюжете Хамзан Румагомедова. Возродить историю и культуру предков. Именно с такой целью 10 ногайцев выехали в национальных одеждах и на конях из степи в Махачкало. Самый молодой участник 13 лет 250 почти 300 километров патриот России Дагестана. Так что будет пример брать кого? Молодежь. Они преодолели 250 километров верхом из райцентра Терекли-Миктеба до Махачкалы. На пути следования в каждом селе их радушно встречали и вкусно угощали. Конный поход продлился пять дней. Усталость чувствуем. Заезжая в село мы встречаясь с людьми которые нас встречали про все забывали. Лошади начали бодрее бегать. На наших лицах ощущалась нехватка кожи начали улыбаться почаще. Мы отпускали лошадей. За это время они подкреплялись зеленой травой сами набирали набирали сил и вот так вот преодолели этот путь. Участники акции завершили свой путь в духовном центре имени пророка Исы Мириму. Там их встретили представители Муфтията республики. Им провели экскурсию по мечети после чего гости внесли свою лепту строительства. В этом углу установлен камень который находился в мечети которую построили Асхабы Тербентежис историческая мечеть оттуда 800 лет который камень он установлен именно на данном участке здесь будут именные ваши кирпичи тоже. В отеле Марва гостей накормили вкусным обедом клонный переход организаторы посвятили Дню Единства народов Дагестана и наступившему месяцу Рабиуль Ауаль. Хамзанур Магомедов Магомед Магомедов Дудгасанов телеканал ННТ Махачкала Верующие Дагестана на неделе собрались на масштабный республиканский мавлид. Мероприятие прошло в центральной джума-мечети Махачкалы и перед собравшимися читали строки из священного Корана и в стихотворной форме прославляли пророка Мухаммада мир ему и благословение. Принять участие в мавлиде приехали ученые-богословы с разных уголков Дагестана. Они рассказали о величии и добром нраве посланника Всевышнего. Наши алимы рассказали много чего полезного из жизни описания нашего пророка саллиллау алей вассалям и что способствует увеличению любви к пророку Мухаммаду в сердцах посетителей. Мероприятие посетил и духовный лидер мусульман республики. Муфти поздравил верующих с этим замечательным днем. Шейх Ахмад Афанди говорил о необходимости улучшать свои нравы, воспитывать детей и не быть равнодушными к проблемам других людей. Вот это равнодушие то, что после 90-х годов в Дагестане вот это распространилось ненужное течение вот такое равнодушие если у нас и сегодняшнего дня тоже будет конечно мы еще другое что-то будем иметь вот пример хочу я привести недавно наши дагестанцы метро говорит одного парня в тот день когда вот это говорили ну мне было стыдно себя называть дагестанцем ну очень стыдно представьте из-за них сейчас многим проблемы будут в этих регионах встреча завершилась общей молитвой за благополучие Дагестана на выходе участников ждал приятный сюрприз им раздали пакеты с подарками от мецената Сулеймана Керимова Махачкалу посетил с гастролями государственной академически малый театр известный актерский состав представил зрителю пьесу островского не все коту масленица примеры состоялась на прошедших выходных в русском драматическом театре на спектакле побывал и наш корреспондент Карим Даниев ему слово на сцене драматического театра Махачкалы в эти выходные сыграл известный российский актер Виктор Низовой герой сериалов и кино впервые посетил республику в рамках гастролей малого академического театра как отметил сам актер такого радушного и эмоционального зрителя как в Дагестане можно встретить не часто очень хороший прием судя по первому акту добродушный энергетика чувствуем энергетику зала теплый и очень эмоциональный отзывчивый на наши очень слушает внимательно внимательно слушать и не скупиться на эмоции очень на эмоции прямо щедрый щедрый приезд гостей стал возможен в рамках федеральной программы большие гастроли география проекта от Калининграда и до Камчатки зрители в регионах могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны мы заявили желание принять один из федеральных театров в этом году гастролирует малый театр предыдущие года были другие театры которые приезжали в следующем году к нам приедет российский молодежный театр на фестиваль русских театров это такая череда календарных мероприятий которые имеют место быть но без нашего изъявления желания конечно эту возможность реализовать очень сложно поэтому мы посредством именно желания заявки пребывания здесь малого театра они оказались на нашей земле государственный академический малый театр привез два спектакля в первый день зрителю представили комедийную пьесу Островского не все коту масленица она повествует историю о девушке которой предстоит выбор жениха претенденты старый богатый купец и молодой бедный юноша история написанная 150 лет назад актуальна и сегодня театр и вообще очень нравится спектакль ребята хорошо поставили актера вот нам все очень понравилось подачи вообще декорации все очень хорошо было устроено нам понравилось театр мне очень понравился я рад то что министерство культуры сделали пушкинскую карту по которой мы можем обращать такие мероприятия очень много молодых людей это радует что они не сидят в тиктоке не в инстаграме они пришли вот сюда получать реальные эмоции получать отдачу и это очень хорошо большие гастроли нацелены на формирование общего культурного пространства России проект также призван увеличить зрительскую аудиторию театров в регионах Карим Даниев Салман Гитихмаев телеканал ННТ Махачкала и о спорте около 1500 человек вышли на старт первого в Дагестане благотворительного забега маршрут пролегал по центральным улицам Махачкалы участники собрали более 700 тысяч рублей для тяжелобольных детей подопеченных фонда инсан подробнее в следующем сюжете главное не с очком ребята там сзади смотрю ребята многие позитивный настрой разминка и полная готовность на стадионе имени Елены Симбаевой спортивный праздник перед началом старта участников напутствовали минитые спортсмены представители муфтиата и Минспорта Республики если мы пробежали несколько километров чем-то кому-то сможем помочь и это должно приветствоваться и мы это видим сегодня что наш народ начиная с малых детей родители за своим детям сюда пришли для того чтобы показать в первую очередь пропаганда здорового образа жизни благотворительный забег в Дагестане проводят впервые подобные проекты уже практикуются в других регионах и странах акцию фонда ИНСАМ поддержали в региональном Минспорте и в городской администрации Эту идею подхватили много спортсменов именитых людей блогеры и так далее как бы много об этом говорили так как он является первым в республике поэтому мы ожидали такое количество людей хочу сказать больше то что участие принимает не только республика Дагестан к нам пришли заявки от Краснодара с Москвы и так далее люди находясь далеко за пределами нашей республики они увидят то что забег благотворительный перечислили средства и именно тот промежуток расстояние к которому мы сегодня будем бежать они этот же промежуток будут бежать со своими коллективами у себя на родине маршрут забега пролегал по центральным улицам Махачкалы Ирчи Казака и Дахадаева с финишем на центральной площади дистанцию без проблем и с хорошим настроением смогли преодолеть все дети всегда в форме делится Малик Гаджиев но в этот раз директор школы-интерната для сирот решил подать воспитанникам пример я даже думаю сейчас провести среди интерната такой забег не знаю как получится потому что именно вот это массовый вид спорта нам нужен то есть идея вам подходит конечно это массовый вид спорта потому что объединяет забег объединил людей разных профессий и возрастов самому младшему участнику было 6 лет а старшему 55 да я всегда занимаюсь спортом мне 55 лет я раньше в домском марафоне тоже участвовал когда студент люблю бегать люблю бегать я вот это тренирую ребят футболистов тренирую и вот это в школе физруком работаю я сейчас своих детей тоже даже учу на длинной дистанции многие не умеют бегать не умеют правильно дышать я их даже учу как надо бегать как это все делать я учу их кульминацией мероприятия стало закрытие сразу нескольких сборов так забег собрал более 700 тысяч рублей все эти средства в режиме онлайн были отправлены на помощь тяжелобольным детям подопечным фонда инсан Курбан Рагимов Магомед Магомедов Магомед Расул Магомедов телеканал ННТ Махачкала Дагестанцы теперь и в киберспорте уроженец республики Магомед Халила выиграл в финале соревнований по компьютерной игре Дота 2 в составе российской команды Team Spirit чемпионат прошел накануне в Румынии за первое место молодые люди получили более 18 миллионов долларов отметим что это первая за 10 лет победа российской киберспортивной команды в крупнейшем мировом турнире это были главные новости минувшей недели следите за развитием событий на нашем канале с вами была Патима Тханапова до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова